Такая колька звернувшихся тлумачиться перш за все тем фактам, что тематику приему неким одним накерунком вырошили не обмяжовывать. Першая ж громадянка Вера Наздрын-Платницкая, агучивая одразу калель десятка проблем. От неэффективности выкорастания чека умаёмость, высокого кошту импортных леков и низкий зарплат медиков, до работы жилёва коммунальных исподарки. По слову женщины, жировки приходят поздно, а тому часу оплатить их свои часова практически не застаётся. Яшэдзен Гамильчанин просить да помахчы с просолодкованием, как не трапець у спис утрыманцев. Проблема у тым, что былый водитель мае целый шэрах захворванёв, які сурьёзно уплываюць на его профессийные сдольности. Гражданин Республики Беларусь, и мы не должны его бросать, думать. Я понимаю, что здесь мы не должны сегодня обещать того, чего не можем сделать. Ну, надо подходить. Тамара Феськова на приём пришла разом с племенником. У 2015-м годя хлопец доглядаў за тяжка хворым. У Кастрышнику минулого года закончил курсы поваров, але просолодкавацца не змог. З улікам тяжкаго финансоваго становише. Рашэння однозначная. Неабходна да помахчы. Я пришла для трудоустройства своего племянника, чтобы помогли трудоустроить его, моего племянника. И чтоб освободили от налога этого затыняцтва. Всё решили за одну минуту. Я очень довольна и очень большое им спасибо. До решения, которые гамельчані, які спачатку планавалі присти на приём по пытаннях оплаты сбору на финансовання державных расходов, звернулися у створаную прыгарвы канками рабочую групу і отрымали станучы адказы. Калі сваячасова звернуться за допамогою адповедной инстанции, значную частку проблем можна вырешаць і без працягнення республіканскіх органов. На сьогоднішній день стоїть на учёте в качестве безработных, то есть люди, которые обратились как раз таки по вопросам оказання содействия в трудоустройстве, около 7 тысяч. Поэтому этим людям, естественно, в рамках действующего законодательства, в рамках имеющихся возможностей, используя активные меры содействия занятості, і оказывается, помощь... Значная частка пытаніў, з якім прайшлі на прайом гамельчані, тышылыся земельных спрычык. А праша таго, ніхта не згодны со звальненнім, ніхта жыдае паліпшыць жылёвы умовы. Частка пытаніў вращаецца на місцы, астатнія берутся на контроль. Нашаліг Головного управліня па работе со зворотами громадзян і юридычных асоб адміністрацій президента Республіки Беларусь Рыгор Шлык адзначае, Мониторинг ситуацій на місцях буде протягватися і у далішим. Выехать і посмотреться людьми, выслушать їх проблеми, изучить, попытаться їх решити. Це ещё раз показыває, що власть у нас для народа, ради народа. І ми і в дальнішем, ещё раз подчёркиваю, будем це практиковать. Сьогодні, як я сказав, главна цель – це изучення той ситуацій, котре є на містах. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телер-радиокампанія «Гомель».